Всех приветствую в обзорах с прилавка и сразу к делу. Часто слышал споры о том, какие электроплиты лучше, со спиральными тенами или с чугунными блинами. Сегодня выясним это опытным путем. Поехали! Для испытания я выбрал две плиты одного производителя. У них заявлена одинаковая мощность в 1000 Вт, а отличаются они только нагревательным элементом. Кратко о подопытных. Плита с теном Wilkrand VHP131. Довольно маленькая и легкая. Сетевой кабель короткий, всего 60 см. В комплекте инструкция и гарантийный талон. Все как надо. Производитель дает аж 2 года гарантии. Хм, я бы на их месте столько не давал. Спереди светодиод, индикатор работы и плавный регулятор мощности. Хотя регулируется на самом деле не так уж и плавно. Корпус покрашен прочной молотковой краской. А стоит вся эта конструкция на резиновых ножках. Которые если раз поставил, уже лучше не доставать. По столу не скользит и не царапает. В пользу тенов обычно говорят, что они быстрее нагреваются и остывают. Поэтому экономичней. А против них слышал аргумент, что быстрее перегорают и их сложно мыть. От себя добавлю, что тен на китайскую плиту стоит около 2 долларов. И заменить его вообще не проблема. Плита с блином Вилкрант ВХП-151Ф. Тоже маленькая, но чуть тяжелее из-за чугуна. В остальном она абсолютно такая же, как плита с тенами. Но есть один момент, на который надо обратить внимание. Если вскрыть плиту с блином, то под ним мы обнаружим все тот же тен. Получается, он сначала нагревает чугун, хотя я уже не уверен, что это чугун. А потом блин нагревает посуду. Вообще блины должны быть не так устроены. Например, возьмем плиту Термия от отечественного производителя. Выглядит она, конечно, круче, но стоит тоже в 4 раза дороже китайской. Разобрав ее, можно увидеть, что никакого тена под чугуном там нет. Вместо него там керамическая вставка. В пользу блинов обычно говорят, что они дольше сохраняют тепло, их легко мыть и перегорают они не так часто, как тены. Хотя последнее неприменимо к китайским плитам, потому что под блином все те же тены. Ну что же, давайте проверим, какая плита будет экономичней и быстрее закипятит литр воды. Начнем с тенов. Чтобы измерять температуру воды, я использую термометр ТА-286, а для измерения потребления электричества – ваттметр Лиманса. Включаем на полную и ждем. Обратите внимание, что потребляет плита далеко не 1000 ватт, как заявлено. На термометре 92 градуса, а вода уже кипит. Тут два варианта. Либо я нахожусь в высокогорье, либо термометр врет. В любом случае, на второй плите будем тоже доводить воду до 92 градусов. Итак, результаты. Вода закипела за 12 минут 17 секунд и понадобилась на это 152 ватта энергии. Теперь плита с блином. Потребляет она на самом деле еще меньше, чем с теном. Вода закипела за 15 минут 40 секунд, а понадобилось на это 158 ватт энергии. Что в результате? Есть не такая уж значительная разница во времени. И еще меньше разница в потребляемой энергии. В итоге, в случае китайских плит в целях экономии, не важно, тен это или блин. Но если придраться, чистый тен без чигуна все-таки экономичней. Если интересно, какие результаты будут у блинов с керамикой внутри, пишите комментарии и я сделаю такой тест. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и получайте обзоры полезных товаров прямиком с прилавка. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok